Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить Михаила Георгиевича за замечательший доклад. Но я хочу сказать, что, наверное, за все время занятия проблемой исследования пациентов со сколиозом и их лечения, подготовки к различным видам заболеваний, наверное, это один из самых интереснейших докладов, которые я когда-либо слышал. Спасибо вам большое еще раз. И хочу сказать, что в своем докладе Михаил Георгиевич сказал, что хирургия – это крайняя степень агрессии. И я с ним абсолютно соглашусь, что все методы лечения, которые на сегодняшний день существуют, абсолютно доказанные в мире рандомизированными исследованиями, существует только два. Но не лечение, а, наверное, действительно удерживание сколиотической деформации от дальнейшей крайней прогрессии. Это всего лишь два способа – карситирование и хирургия. Других способов нет. Я не говорю о том, что вы видели в предпоследнем слайде, о тех методах лечения, которые ведутся для того, чтобы этот сколиоз либо не начался, либо не прогрессировал, либо не стал той болезнью на тех всех основах патогенетических, которые мы слышали. Сегодняшний доклад я хочу построить на материале не только нашей клиники, но и клиники Института Дружбы Народов, Кафедра травматологии и Ортопедии и Центрального института травматологии и ортопедии. Почему именно так? Потому что две методики, которые… История развития хирургии в нашей больнице сколиоза связана с специалистами из этих лечебных учреждений. И методики, которые мы применяем у себя, мы заимствовали в этих лечебных учреждениях. Еще раз хочу сказать, что мы говорим о лечении сколиоза, когда уже никакие другие методы лечения, включая и корсетирование, и все вышесказанные методы, неэффективны. Я думаю, что, наверное, нет ни одного человека, который бы не согласился с тем фактом, что такие случаи есть и такие случаи, к сожалению, будут. Что же нужно врачу, хирургу для правильной выбора, для тактики лечения? Мы уже говорим, что он должен ответить на вопрос, будет ли сколиоз прогрессировать, и есть ли какая-то причина, которую он может устранить до того, как принялся к ортопедической коррекции сколиоза. Известно, что с хирургией деформации, она включает в себя целый комплекс процедур, действительно, с очень высоким ристом, как интраоперационных, так и послеоперационных осложнений. И целью хирургического вмешательства является, в общем-то, достижение прочного спондиладеза с балансом позвоночника, ликвидация болевого синдрома, если он присутствует, а иногда бывает в крайних степенях сколиоза такое, и профилактика нарастания деформации. Вторичная цель данной манипуляции – это исправление дуги косметического дефекта. На что должен обратить хирург? Он должен обратить внимание на возраст и на тип сколиоза. Сегодня в своем докладе Альбина Николаевна остановилась на том, что не существует, к сожалению, и у нас в Воронежской области тоже это прослеживается часто, единых мнений о том, как же мерить сколиоз. Кто-то считает по КОБу, кто-то по другим методикам. Но обязательно надо учитывать хирургу при планировании хирургического вмешательства. Это расчет не только угла сколиоза, но и сагитального и фронтального баланса. Также надо, конечно же, приходить к единым классификациям, пользоваться какой-то одной классификацией, чтобы мы понимали, что да, это действительно именно та степень сколиоза, именно та форма сколиоза, и что тут ни у кого не возникает сомнения, что этот больной подлежит хирургическому лечению. Ни у специалистов, занимающихся консервативным лечением, ни у хирургов. Это тот же самый метод, который принимают другие специалисты. Но существует хирургическая классификация, классификация Ленки, которая уже в своей сути заложила показания к тому или иному виду хирургического лечения сколиоза. Я не буду подробно на ней останавливаться, она везде изложена. Единственное, покажу, как это выглядит на рентгенограммах, какой тип относится к какой рентгенограмме. Также хирург должен обращать внимание на торсионный компонент. Это же также важно и для вообще показаний к хирургическому лечению, то есть когда надо прекращать уже консервативное лечение, переходить к хирургическим видам лечения. Надо смотреть, будет ли прогрессировать сколиоз. Один из методов – это исследование теста Риссера. Надо смотреть на стабильность, нестабильность деформации. Для этого тоже существует ряд тестов, которые хирург должен учитывать при своем подходе к хирургическому лечению. Итак, какие же виды бывают хирургического лечения и как они назначаются? Дорсальная хирургия – это наиболее широко используемая и более доступная хирургия во многих центрах, где используют хирургию. Кстати, следует отметить, что сколько же вообще в мире оперируется сколиоза? Если в Америке оперируется 500 тысяч ежегодно больных со сколиозами, то по количеству населения у нас должно, если интерполировать, где-то 250 тысяч. У нас, конечно же, оперируется намного меньше. И я считаю, что, наверное, лучшая операция, которую хирург может выполнить, это ту, которую он не сделал. И здесь я полностью согласен, что мы должны полностью подходить комплексно к этому вопросу, к определению показаний хирургии. Но также известно, что чтобы уменьшить показания к операции, их приходится иногда расширять. И нам нужно готовить специалистов, которые правильно могут оперировать эти сколиозы, правильно подбирать больных. И неизвестно, что в России сегодня около 30 специалистов, которые реально владеют техникой вертибральной хирургии. Это показания 2, 3, 4, 6 тип поленки. Могут быть использованы крюки, винты, проволока, гибридные системы. Одним из основоположников – Харингтон. В 1962 году по результатам его работ и у нас уже в России и в Саратове много-много проводилось хирургических лечений больных по данной методике. Так вот выглядит установка стержня Харингтона на рентгенограмме. Следующим этапом в развитии хирургии – это были разработки Катрель-Дебюси, которые предложили уже двух уровней, то есть два стержня фиксации, но тоже с различными вариантами. Наше отечественное развитие хирургии сколиоза ознаменовано работами Роднянского, Гупалова, Гайдукова и эндокорректора профессора Лака или ЛСЗ Лака Сампиев-Загородний. Они утверждали, что эта конструкция более в детском возрасте приемлема, потому что не препятствует росту детей, менее травматичный метод, стабильные многоуровневые фиксации, ну и ряд других преимуществ. Ну и естественно, любая методика, особенно хирургическая, имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Так выглядят элементы этой конструкции, хирургический вид. Вот то, что постулировали авторы о том, что здесь мы видим после операции и через с ростом ребенка, ну здесь, к сожалению, могу сказать через сколько, мы видим, что ребенок с конструкции вырос, но при этом не потерял ни баланса, ни коррекции. Тот же, другой пример на эту же тему. У нас есть наше наблюдение, операции, оперировали девочку, тут еще не могу сейчас сказать, это одна из первых хирургических вмешательств нашей клиники, надо ли было это делать или нет. Вот, одна кооперация была проведена, и у нас есть результат. Вот это 13-й год, этот же ребенок, сейчас уже девочке 13 лет, вот, без потери баланса цегитального, без потери баланса фронтального, с небольшой потерей коррекции на поясничном уровне. Имеются корректоры, как я говорил, крючкового типа, есть техники свободных рук, вот полностью конструкция, которая поставлена на транспедикулярных фиксаторах, здесь методика с остеотомией по Смит-Петерсону. Это результаты хирургической коррекции пациентов. Так же имеют место гибридные корректоры, где используются все методы. И более сложный путь, это вентральная хирургия при более сложных сколиозах, и по классификации Ленки, это первый и пятый тип сколиотической деформации. Так выглядит, ну, естественно, существует сочетание вентральной и дорсальной хирургии при более грубых и при определенных показаниях сколиоза. Это материалы института ЦИТО, мы у себя в клинике не выполняем подобные методы. Это ребенок 12 лет, с грубой уже, вы видите, скифо-сколиотической деформации, грубейший, 110 градусов, 50 градусов хифоза. И вот передний релиз, галлотракция, дорсальная гибридная фиксация, постотомия по Смит-Петерсону. И вот, пожалуйста, мы видим такой результат. Есть, применяются удлиняемые стержни для детей. Ну, теперь я хотел бы остановиться на то, что мы, как нейрохирурги, делаем в плане лечения, хирургического лечения больных со сколиозом, у которых имеются нейрохирургические причины. В тот момент, когда мы приступили к реализации этой темы, мы посмотрели много литературы, в том числе нашей отечественной. Очень много идет разговора о том, как участвует центральная нервная система в развитии сколиоза. Причем, вы видите, это достаточно давно, сегодня уже упоминалось. Кина Андреевна Бальмасова. Я перечислил здесь очень небольшое количество авторов, которые занимались этой проблемой. К сожалению, я их не могу всех перечислить, но есть и обзоры крупные по этому разбору. И вот могу предложить, кто не читал работу Михаила Егоровича в журнале «Хирургия позвоночника», «ЦНС и сколиоз». Там подробно все это написано. Но я хочу сказать, что в мире к этой проблеме также внимательно относятся и с точки зрения нейрохирургии. Потому что на журналах, на крупных журналах, известных мировых изданиях, именно нейрохирургического профиля на передних картинках нарисована скриотическая деформация. То есть интерес нейрохирургов к этой проблеме тоже высок. Почему? Потому что сколиоз может быть единственным симптомом нейрохирургического заболевания. Здесь я могу представить вам, какие... Ну, это по классификации причин, которые мы видели, наверное, спинальные. Спинальные причины – это аномальные крайне вертебрального перехода, ретроцеребулярные кисты, крайне спинальные родовые травмы, диастоматомелия – это грудной уже отдел, дермальные синусы, нейрогенные кисты, пояснично-крестцовый отдел – это силингомелия, также липомость, синдром фиксированного спинного мозга, так называемый синдром терминальной нити, спинномозговые грыжи, как вентральные, так и дорсальные. То есть это не полный перечень тех причин, которые могут вызывать сколиоз. Мы у себя детально рассмотрели патологию крайне вертебрального перехода, такой как аномалия Киари и ее связь или сопутствие со сколиозом. Мы определили, что это не только наши данные, это сводные данные, что при аномалиях крайне вертебрального перехода сколиоз встречается от 1,3 до половины случаев, при аномалиях пояснично-крестцовой области – от половины до 2,3 случаев, и при аномалии Киари он встречается в 1,3 случаев. И, естественно, когда есть аномалии Киари с сирингами или, то почти в половине случаев. Это встречаемость сколиоза при подобной патологии. В грудном отделе мы можем увидеть и опухоли, и кисты. Мы можем видеть диастоматами илию. В поясничном отделе переднего мининга цели, в котором ребенок может жить, и его не видно. И до того, пока не сделать специальное исследование, обычное, рутинное, в наше время МРТ, не определить это заболевание, так же, как и липому поясничного канала. Бывают сочетания. Итак, показания к хирургическому лечению Киари в сочетании со сколиозом. Это декомпрессия сзадиочерепной ямки, клинические проявления Киари, наличие сиринга миелии, изменение гемодинамики на уровне крайне перехода. И здесь мы указали сколиоз первой-второй степени. Еще раз, например, мы не оперируем в данном случае сколиоз. Мы оперируем причину, которая приводит к сколиозу. Но если есть грубый и прогрессирующий сколиоз, возможно и одномоментные хирургические вмешательства при этой патологии. Когда много говорится о органических проблемах, таких как опухоли, кисты, фиксация. То есть это те проблемы, которые мы видим, которые мы можем узнать. Но очень мало, я могу сказать точно, работ, посвященных действительно и той самой артерии Адам Киевич, и другим вертебральным сосудам центральной нервной системы. В частности, вертебральным сосудам. Но нам посчастливилось, в нашем стационаре мы провели достаточно большую работу, результаты которой защищены в Санкт-Петербурге, в Институте имени Полевна, в виде кандидатской диссертации в 2012 году. О сосудистых нарушениях при синдроме Арнольда Киаре. Здесь мы показали, что вот эти так называемые гипоплазии, особенно в четвертом сегменте позвоночной артерии, это неврожденное состояние. Иногда бывает приобретенное состояние за счет рубцовых изменений на уровне атлантоэкспистальной мембраны. И если у больного нет ликвародинамических нарушений, а присутствуют сосудистые головные боли, сосудистого характера, устранение мягкотканного рубца, твердоболочного рубца, той зоны, через которую проходят сосуды, вегетативные центры, венозное обеспечение, освобождение из рубцов этой зоны приводит к стойкому клиническому результату. Еще раз хочу сказать, что эти операции мы отслеживали именно на тех больных, которым было абсолютно показано проведение хирургического вмешательства по поводу синдрома Арнольда Киаре. Но у этих больных, как я уже сказал, практически в 50% случаев бывает сколиотическая деформация разной степени. И мы решили посмотреть, как же ведет себя сколиотическая деформация после подобных операций. И я могу сказать, что если мы слышали о том, что бывает спонтанный регресс или снижение клинических симптомов сколиоза, то мы увидели в ряде случаев уменьшение степени сколиоза только после хирургической коррекции по поводу Арнольда Киаре. Это абсолютно доказанный факт, не только нами, это есть и в тех самых журналах обложке, которых я вам показывал. На сегодняшний день достаточно много публикаций в мире на эту тему. Уже даже формируются некие мнения прогностические. Когда же делать операцию? В каком возрасте эффективно? При каком степени угла сколиоза это эффективнее? Вот наши данные на 46 пациентах, что это более эффективно при первой степени, второй степени сколиоза. Вот на следующей слайде это будет видно. Тут при S-образном, C-образном сколиозе мы смотрели. Вот здесь мы можем сказать, что вот эффект из 46 больных. 6-10 лет, 20 градусов, 8 больных. 11-15 лет, 20 градусов, 10 больных. И те, которые показали сразу после операции некий положительный эффект. Клинический пример я привожу чуть ниже. Здесь пример устранения деформации шопа. Это один из самых первых больных, который нас привел к мысли о том, что декомпрессия задней черепной ямки может послужить лечебным агентом в устранении деформации позвоночника. Там был асимметричный синдром Арнольда Киарри. Вот клинический пример. Больная 13 лет обратилась к нам в отделение. У нее синдром Арнольда Киарри. Вы видите элементы дизорофии на задылочном области. Вот у нее были точно так же представлены нарушения с точки вертебральных артерий, сужения вертебральной артерии слева. И после операции, через 6 месяцев, мы увидели восстановление кровотока по этой вертебральной артерии и увидели регресс сколиоза. Никаких дополнительных метров лечения больная не получала в послеоперационном периоде. Ясно, после операции мы не проводили ей каких-то активных действий. Одномоментное хирургическое лечение сколиоза мы провели в ряде случаев. Сегодня наше отношение к этому спорно. Но мы это делали. И я считаю, что в некоторых случаях это делать возможно. Вот пример одномоментного проведения хирургического лечения у больной с Арнольдой Киарри и со сколиозом. В данном случае установлена динамическая конструкция лака с Ампио-Загороднием. Таким образом сколиоз сопутствует нейрохирургическим заболеваниям. Может влиять на развитие сколиоза у детей через механизмы фиксации спинного мозга и нарушения гемодинамики. Декомпрессивная треплонация задней черепной ямки при сколиозах 1-2 степени снижает риск дальнейшей его прогрессии. При сколиозах 3-4 степени возможно проведение одномоментного хирургического лечения. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...